Владимир Жириновский Политик также рассказал, чем занять выходцев из соседних республик, чтобы они приносили пользу себе и России. Мы проводим им возможность на месте дома производить то, что мы у них купим на корню. А вот сейчас бы министр сельского хозяйства или министр Министерства торговли, у нас такого нет, министерства, надо создать. Сказать, Средняя Азия, вот покупаем у вас всю новую капусту, в марте будет уже капуста нового урожая, клубнику в марте будет в Таджикистане. Вот так, по такой-то цене, и вам даем вперед, не задаток это будет, а предоплата. И потом по факту отгрузки за все заплатим. Мы всю шерсть у вас скупим, все мясо скупим у вас, все овощи и фрукты и весь хлопок, ну все у вас купим. Так сидите дома и производите это все. А мы поездами, рефрижераторами, грузовиками, фурами все у вас вывезем. У нас дорога до Дюшанбе идет, до Ташкента, до Ашхабада, и поезда идут. Так давайте все это делать, поездами, самолетами, фурами, все у них вывозить. Это кто-нибудь делает? Никто. Завозят из Италии вино, хотя это все можно в Средней Азии купить, из Греции. Оттуда же везут виноград, клубнику из Израиля, откуда-то яблоки. Все покупаете за границей. Так купите у наших соседей. Они были частью нашего государства. Но это же никто не делает. А потом они идут сюда работать, потому что границы открыты. И тогда возникают трения с местными жителями. Поэтому не хватает порядка. Не хватает министров таких, которые бы навели порядок и в сфере внешней торговли, и внутренней. У нас вся торговля в Министерстве промышленности и торговли. Ну, разве это можно? Нет худа без добра. В условиях пандемии на новый уровень развития вышли такие отрасли, как интернет-доставка, транспортные услуги, логистика, складской бизнес. По мнению председателя Думского комитета по экономической политике Сергея Жигарева, точка невозврата пройдена, и в следующем году экономика должна начинать набирать обороты. Что касается мер поддержки, то, безусловно, это поддержка наиболее постановшим отраслям. К сожалению, мы не смогли пока в этом году договориться с правительством, поменять коды на объемы выручки. И распространить не только на малый и средний бизнес, а вообще на весь бизнес. Я уверен, что мы эту работу продолжим. И мы заручились достаточно серьезной поддержкой авторитетных организаций, как ЭТПП, Деловая Россия. И в этом будем работать в этом направлении. Мы пролонгировали меры поддержки и увеличили их во многом. Мы остановили любую возможность проверки в следующем году малого и среднего бизнеса, поскольку выживание, по сути, сегодня определяет потребитель, на котором он работает. Будь это государственный или коммерческий контракт, или человек, который приходит, или заказывает у них какую-либо услугу. При этом надо задуматься, что у нас, да, какая-то часть бизнеса пострадала, а какая-то часть бизнеса выстрелила очень сильно. Интернет, услуги, это, соответственно, интернет-доставка, это транспорт, это логистика, это складские комплексы, которые сегодня, вы обратите внимание на его, которые спрос сегодня вырос, не сопоставим с тем, что есть. Поэтому все не так, как бы, нельзя говорить, что где-то что-то упало. Где-то упало, где-то поднялось. По прогнозам, у нас декабрь должен был пройти с минусом 5%. Он прошел с минусом меньше 4%. Поэтому, плюс ко всему, мы начинаем массовую прививку, прививание. Мы уверены, что мы ее в следующем году закончим. Экономика начнет работать. Я могу сказать, что точно мы прошли точку падения. Теперь у нас только точка роста. Надо понимать, что сегодня никакой западный инвестор с большими деньгами не придет. А если придет, то только спекулянт. Поэтому у нас сегодня, мы должны понимать, что у нас основным инвестором, это будет государство. И здесь самое важное, не то, что не допустить падения инвесторных государственных программ. А наоборот, увеличить их расширить и открыть к ним наиболее максимальный прозрачный доступ. Сегодня в Государственной Думе проходит окончательное чтение закона о всероссийской реновации. Согласно доработанному документу, решение о включении дома в программу реновации могут принять как собственники жилых помещений, так и наниматели. За включение в программу должны высказаться две трети участников. Для выхода из программы достаточно одной трети. Мы поддержим во втором чтении закон о всероссийской реновации. Потому что это ускорение заменить ветхое жилье, аварийное жилье. Люди будут жить в хороших домах. На это бросаются огромные деньги. И это стимул встряхнуть экономику. Если строим дома, дороги, поликлиники, больницы, пекарни, все обустройство, озеленение. И это по всей стране должно быть. Люди должны хорошо жить в масштабе всей страны. Потому что есть деньги, которые некуда направить. Вот направьте все лишние деньги в реновацию жилого фонда. 25% фонда будет обновлено. И миллионы наших граждан будут жить в более хороших домах. Парламент снял с рассмотрения законопроекта о дистанционном образовании в России. По мнению большинства депутатов, документ нуждается в дополнительном обсуждении с родительским комитетом и учительским сообществом. Государственная дума отозвала законопроект о разграничении по дистанционному образованию между министерствами. Законопроект технический. Но родители, студенты, школьники против. А против почему? Во-первых, это вопрос самоорганизации. На данный момент не каждый школьник или даже студент готов самоорганизоваться таким образом, чтобы получать дистанционное образование удаленно. Врачи отмечают снижение остроты зрения. Более 80% школьников находятся в состоянии переутомления. И все больше и больше средств массовой информации мы видим сообщения о суициде. Когда родителей дома нет, учителя говорят нам о том, что при проведении дистанционных занятий, они слышат, многие забывают отключить микрофон, и они слышат, что осторожно, двери закрываются. То есть или школьники, или студенты находятся совершенно точно не дома, а где-то в поездке. Как можно предметы изучать, когда ты едешь в метрополитене, в автобусе или в троллейбусе? Наверное, это невозможно. Что можно сделать в этом случае? На данный момент можно вводить те предметы, которые непрофильны для студентов. Знания по которым необходимо получать постоянно и, возможно, самостоятельное изучение. Это иностранные языки, это история, это философия. То, что можно изучать удаленно. Более того, сегодняшние школьники гораздо более продвинуты, чем учителя. И мы задаемся вопросом, а контрольные или ВПР, кто решает, учителя или ученики? То же самое к предстоящему ЕГЭ. Скорее всего, успешные ЕГЭ смогут сдать только хакеры и компьютерные программисты, которые, если ЕГЭ будет удаленно, просто-напросто взломают эту программу и сдадут, успешно поступят ведущие вузы страны. Но таких, как мы понимаем, будет немного. Каждый пятый российский школьник хотел бы перейти на частично дистанционный формат обучения. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов. Почти половина опрошенных школьников теперь больше ценит очный формат обучения, поскольку опыт дистанционки показался им негативным. По их мнению, во время урока в школе учителя лучше объясняли материал. Педагоги также не скрывают, что для некоторых предметов дистанция совершенно неприемлем. Я же по образованию педагог, преподаватель истории со знанием языка. Соответственно, поэтому я и преподавал, и в школах преподавал, и в университетах преподавал, и сейчас даже на МПА, например, в одном из государственных вузов я преподаю. И вот я могу сказать, что пока-пока все равно онлайн некоторые форматы тяжело идут. Например, формат лекции, он возможен, он реален. То есть там вопросы какие-то, контрольные приложения, все это можно делать. А вот, например, форматы семинаров, они пока идут тяжело. Все равно, то есть там даже проблема не в подключении, а проблема, в принципе, в модерации. То есть хорошие семинары тогда, когда педагог все равно задает некий вектор, задает какие-то наводящие вопросы, ну, примерно, как вот вы сейчас мне, или там другие телеведущие, да, и, соответственно, все уже на них отвечают. И вот такой формат, конечно, пока, а без семинаров, без вот этого активного включения, процесс образования, он невозможен, как таковой. Потому что это вообще проблема образования, когда ученик приходит, что-то выслушал, соответственно, потом что-то зазубрил, да, как студенты, на экзамене выдал, знания есть, не применяются, они забываются в любом случае. Даже там в свое время грамотность страны, там, крестьян обучили, все грамотности, а потом они снова стали плюсики ставить. Почему? Потому что, ну, просто грамотность, там, крестьянам, она, там, в той формации, да, которая существовала, она не очень была востребована ими. То есть даже такие навыки, они теряются, так или иначе, у части населения. Так же и здесь. Поэтому семинар, это то, когда человек готовится, активно готовится, пропускает все через себя, то есть сам учится мышлению. И вот без семинаров мышление, а мышление – это самое главное, что формируется в процессе обучения, его не сформировать. То есть лекции все равно, это немножко такая вот односторонняя вещь, и поэтому семинары нужны. И вот пока я вижу, что с семинарами как раз это и тяжело, потому что живое общение все равно в любом случае, то есть передается что-то ментальное, то есть вот этот вот заряд. В северной столице убиты следователи, занимавшиеся разработкой лекарства от рака. Ученого-биолога обнаружили под окнами многоэтажки с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан его бывший одноклассник. В Петербурге убит очередной ученый. Не там очередной, в целом, но большинство почему-то там. Биолог Александр Каганский. Рак изучал. И таких уже много у нас, к сожалению. Вот и Владимир Дружинин, Андрей Брушлинский, Валерий Коршунов, Борис Святский, Игорь Глебов, Сергей Карпов, Карпов, Наталья Лильина, Сергей Бахвалов, Евгений Гореглиджан, все биологи, химики, медики. Что, мор такой? Напал. И все они авторы каких-то изобретений. Это нужно усиливать защиту талантов в нашей стране, чтобы они не погибали. Вот так, как они. К этому часу все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала. Можете смотреть в Ютубе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok